Девять утра. Мы в монастыре Свято-Успенском, Псково-Печорском, Мужском. Монастырь очень древний. Ему 560 лет и он ни разу не закрывался. Еще там есть пещеры. И начинался этот монастырь из пещер. Именно там были те самые первые пещерки. Сами пещерки найдены здесь были очень давно. И в них всегда жили монахи. А вот монастырь, да. Монастырь 560 лет назад был. Ух ты. Какая церковь-то. Надворотная церковь. Ворота такие, прям в крепости. И вот эта дорога, она называется Кровавый путь. Здесь несли убиенного Корнилия, которому отрубили голову по приказу Ивана Грозного. И потом, когда он понял, что он не виноват, он взял его тело и нес вот прям по этой дорожке. От одной церкви к другой. Поэтому эта дорога называется Кровавый путь. В пещерке сам монастырь были построены во враге внизу. Ну, понятно для чего. Для того, чтобы не было видно. Чтобы враг проходил мимо. Рядом здесь уже граница. Сюда постоянно то крестоносцы, то шведы заходили. А здесь коляска Екатерины, оставленная в этом монастыре. Потому что ей оказали честь и пустили внутрь мужского монастыря. Ну, или просто наступила зима и коляска ей уже не нужна была. А это трапезная. Кладец со святой ладой. И именно в этом монастыре, там домик, окошко жил Иоанн Крестьянкин, после смерти которого издали книгу, которую очень интересно почитать. Ближние пещеры. Кладец. Ближние пещеры. Ближние пещеры. П framesчеты, которыеtwоскопы. А через кострюме. Ближние пещеры. Кладец. Ближничкин. Такое хорошее место Спокойное И намоленное Ну и вот так это место Выглядит уже При дневном свете Мы уезжаем из Печо Едем дальше Мы в Изборске Изборск официально известен Восемьсот шестидесятого года Вот нас куда занесло Изборск Изборск своей крепостью Куда мы собственно говоря И идем Старина Дремучая просто Вот в этот коридор попадали Враги которые пробились Сквозь ворота И тут Коридор смерти это назывался Девяносто метров Здесь их поливали смолой сверху Водой Кипятком Ну и Стрелами После Петра Первого Крепость стала неактуальной Петр Первый присоединил Прибалтику Ну и Соответственно Граница отошла Такая крепость На стены можно залезть Старинный храм Площадь крепости около 3 гектаров Вот такой Тайный Блаз Здесь мы оказываемся На горе Сюда Враг не особо-то и наступал Потому что было неудобно Далеко Видно Отсюда Красиво Летом Наверное Вообще Еще и волшебно Крепость Снизу Прям вообще Неприступно Смотрится Словенские ключи Здесь бьют И есть Журавлиное Озеро Журавли там не живут А живут там Лебеди Вот они ключи Ну все как водятся Святые И целебные Исполняют Желания В принципе Сейчас теплее Чем Окружающая Среда Можно даже Погреться Здесь прям Целый Водопад Удивительно И вода Бежит Соответственно Вот это Журавлиное Озеро И там Котка Птичья Лебеди 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 Озеро Не замерзает Водопад Они здесь На лебеде Здесь Тут много Их Их кормят Конечно Хлебом Нельзя Кормить Но Их кормят Вот он Покушает Ну надо Маленькие Писочки Поменьше Птичий двор Какой-то И вон Там еще Ну да Они тут С голода Не пропадут Это факт Вообще Кажется Неприступные Вот это Восстановленные Часть А здесь Руины Забрались В экстремальных Практически Условиях Вот бы кто-нибудь Сейчас кипяточку Бананас вылил Никто бы не отказался Ну вот такая Крепость В Изборске Один раз Только ее Смогли Завоевать В 1570 Каком-то Первом году И то Обманом Поляки Оделись В русские Одежды И по-русски Просили Открыть Ворота Мотивируя тем Что они От Ивана Грозного Но не больше Месяца Они здесь Просидели Иван Грозный Их отсюда Вышиб Обиженный Что его именем Произошло Произошел Захват Крепости В город Ну и выезжаем К Покровской башне Прямо по курсу У нас сейчас Появляется памятник Саме Васильевичу Емщикову Это был искусствовед Реставратор Защитник Пскова Как мы его называли Человек Который Внимание Московской влиятельной Общественности Привлекал к псковским проблемам Занимался Сохранением Нашего историко-культурного Наследия Возвращал псковские ценности Принимал в этом участие В Пскове было много Линии обороны Крепостных стен Очень много 6-8 Церковь с фресками Вообще Находится В списке ЮНЕСКО Но это Не она Церковь Покрова Пролом Это более старая церковь 14 век Вот такая толщина Стены А снаружи Соответственно Была естественная Защита Река Толстая Толстая И Защита Естественная Преграда Псков так Не смогли Ни разу Завоевать Эту крепость И Вон так Церковь На том берегу 11 век С фресками Находится Под охраной ЮНЕСКО Я надеюсь Мы туда Поедем 18 веков Ну и Творил Что хотел Беспредел Полный устраивал Торговал На таможне У него Свои люди Были Бошлин Не платил В палатах Его разбойники Из Сорочинского Бора Пировали Из северной части Нынешней Псковской области Ну и Купцы Псковские Аж до самого Государя доходили На него Жаловались Ну видимо Слишком уж Крепки были Эти Она пешеходная Там сейчас Новогодняя ярмарка Ну в принципе Все в огоньках В елочках Красиво Ну а с левой стороны Тянется детский парк Слева от нас Церковь Николы Соусохи Высохшее Русло реки Было здесь Вниз уходит от нас Влево Улица Профсоюзная Все ей надо было под линейку Четко Основательно устроить Ну и вот эта желтая почта Слева Тогда как раз Была построена В 80-е годы 18-го века Идем в Кремль Который вчера Был закрыт Сейчас при свете дня Все Увидим Развышается Троицкий собор Главный собор Псково Идем в первую Линию укреплений Великие ворота И вот такая Высокая стена Которая на самом деле Еще выше Метров на 10 Такой толщины Здесь Культурный слой Продолжается Укрепление Троицкая церковь Была построена На месте Первой Троицкой церкви Которую построила По преданиям Ольга Под той башней Мы зашли И здесь Такое Внутреннее Пространство Просто гигантский Собор Троица Тут Что-то На реставрации А это место Называлось Вечевая площадь Когда город Псков был Свободным городом Здесь собиралась Вечер Ну а после Присоединения К московскому Княжеству Здесь просто Построили дома Вход через Крыльцо То есть Это прям Совсем Старый храм Крыльцо Высокое А было Еще выше Идет готовка К Рождеству Храм Храм был построен Вот этот храм В 1699 году Ну естественно На месте Старого Очень большой Такой Внушительный Это прям Главный храм Города Пскова Псковской области Ну и с этой стороны Гром Кремль Продолжается Здесь Трапезная Ну вообще Вон там Вот получается Стрелка Двух рек С двух сторон Прикрывает Реки Плюс Вот такие Стены Плюс Вот с той стороны Мы видели Прям высоченная Стена Хотя Один раз Да Завоевали Кремль Псковский Но тоже Там связано С предательством Князя Ярослава Все Покидаем Первый кром Псковский Поедем Смотреть Город Дальше Вот стилизованная Карта Пскова Вот тут Все вот эти Линии укреплений А вот То где мы сейчас Были Это Всего лишь Вот здесь Вот этот Собор Троицкий Первый кром Второй кром И вот Две реки С двух сторон Вот и Памятник Памятник Ленину При свете дня Почт Ленина Ну и конечно В городе Есть и музей Столько Знаменитых людей Здесь Родилось Каверин Здесь Родился Писатель Ну и В принципе Много Еще Каверин Ну и Мы так Чисто Познакомились Псков Ехать нужно Город Своеобразный На пару Тройку дней В принципе И летом Это будет Просто Замечательное Путешествие Исторично С другой С другой Стороны Вид На Кремль Тут Парк Набережная Вдоль Реки Причем Не Великая Река А вот та Вторая И вон там Как раз Слияние Двух рек И там В башне Были Решетки Которые Перегораживали Ту маленькую Речку Для того Чтоб туда Не мог Зайти Урак И там Прятали Корабли И вот Это Надпись Слово Россия С гостиницы Россия Разрушенной В Москве